ай жира вы на канале кейтис геймсис всем приветики ребятки вы на канале кейтис геймсис и мы сегодня с вами начинаем проходить новую игру которая называется зоочосис как начинаем мы скорее всего у нас будет с тобой одна серия но если всем понравится я продолжу приходить потому что я очень сильно боюсь хоррор игра но я не знаю вроде как по отзывам все говорят что не страшно и монстры не нападают ничего не делают короче говоря мы работаем зоопарке у нас есть животные нам их надо за ними следить там ухаживать кормить такое как ахипом собирать вот и типа они могут заболеть и нам надо собственно их будет лечить я так поняла что основное основная задумка в том чтобы именно то ли придумать вакцину то ли понять какая вакцина чего ли там запомните не знаю ну то есть вот такое как бы такая вот фигня больше для как этих ветеринаров я читал такой коммент прежде чем начнем я хочу чтобы ты поставил внизу свою за колючку спасибо договор анекспостранение информации для ночного смотрите зоопарка пайнвелли я согласна не знаю короче говоря вот как говорят эта игра будет интересно тем кто любит животных именно в плане лечения да то есть но это я имею ветеринаров но не те кто именно ветеринар тем кого допустим нравится это русло или те кто хотят на это учиться я поставила роспись а я думала я прям расписаться должна полк он или молочи на пол ты сделал правильный шаг еще чуть-чуть это вытащишь свою седьмую семью из-за черты бедности очень надеюсь и на груди ученые обязывают нас это делать чтобы увидеть все что происходит вольер ученые я думал это зоопарк верно ты никогда не думал что всяким уникам самое место именно зоопарки надеюсь ты отценил шутку понятно отлично теперь начнем для начала возьмите персональный кбк он необходим для взаимодействия со всеми рабочими объектами поздравляю ты сделал превышок тому чтобы стать частью нашей дружной зоо семьи от занял шутку знаешь позже я так боялась что он пришел устраиваться на работу а ему подольше какую-то хрень собеседование так слушай подойдет получается еще одна фобия к боязни собеседование есть такая фобия очнулся молодец давай пора за работу твою мать что ты со мной сделал позаботиться своим здоровьем а работа со зверушками требует профилактики ты же не хочешь принести домой какую-нибудь заразу кстати мобильный у тебя тоже забрал верно утром по окончании смены значит работа моя я думал у нас собеседование меня снаружи жена ждет пришла поддержать работа станет твоей если ты продержишься эту ночь пошли мне надо еще многое тебе показать а я могу еще не продержаться а и можно и созвольте ух и тишь писать ишь как быстро ладно и попробуем так так это нельзя блин я слишком быстро поворачиваться мне уже кажется как голова крошится начинает а как и так короче графика на максимальных прикинь на ультра на ультрах графика я взаимодействовать я могу идти а не могу специально подумай так а можно топор взять сразу сходу короче ой фу кто-то обсерился еще наступил еще прошелся мужик это явно ты был но нельзя было за собой убраться что ли фу кошмар короче когда мне посоветовали эту игру вот поэтому я играю я сама на нее долго смотрела и играть не хотелось и честно я боюсь чё а тут просторно ага это наш хаб у тебя тут будет дохрена всего кроме времени смотри мы в зоне заготовки здесь хранится зелень овощи рыба мясо перемалываются заготовки под зерильные рациона и как раз зелень и овощей у нас сейчас не хватает да номер понял приступай инструкцию сможешь найти на своем кпк загрузите два травяных и один овощной брикет тележку для брикетов что это такое ладно хорошо она так я могу открыть да да так 98 год кстати говоря с марика они 90 смарика или до девяностым сделан ну я сомневаюсь что и сейчас 90 то пози телефон забрал до мое терпение окончается тебя ты с меня обучаешь я могу быть тупенькой не догонять так мясо рыба вот это это по-моему лечебные травы а это эти овощи так и чё я подобрать куда раздачки еды и куда мне его сюда так подожди а чё я забыла два травяных один овощный так овощная загрузила 23 а я могу два взять они ты могу положить и поставить ладно ладно все не истери я иду так хорошо я положила большая часть брикетов остается про запас останется айтикать и за мной пока пока газа пора показать тебе нашу рабочую площадку ну давай поехали ну ты хоть иди передо мной ой что это было есть кое-что в работе о чем тебе пока рано знать начнем сразу да это стоит а можно я домой пойду я отказываюсь мне не нравится а вот и наша кэти комплексный электрифицированный транспорт кати будет возить себя по запаху ладно это отсек рефрижератор сюда надо загружать брикетную тележку пока не загрузишь и сюда к этих лет сдвинется чтобы загрузить брикетную тележку необходимо активировать рычаг какой вот этот активируй чак чтобы загрузить тележку с брикетами ну что давай добро пожаловать на борт теперь выберем валерь жирафов на контрольной панели запусти поиск а где она внутри наверно и тишь писать ишь а те нормально что тут кровь но ты бы мог хотя бы убраться я не знаю ты же знаешь новенький придет рано знать рано знать о кровь не рано вытирать так а куда сюда нет ничего вот сюда что ли а ну тут зелененькая что и сколько можно долго можно отвали от меня пристегни ремни вы пряме спинку поехали много можно долго ты чё на приколь что ли то есть я тут с первого раза пойму да типа ты не сделай а где сделай что сделан что сделай говорит а где сделай как сделай где община эти ничего не сказано так мужик переметнулся какая-то пила итак мы на станции жирафов теперь запоминай дважды повторить не буду это наша мобильновительная станция здесь ты будешь смешать лекарство для наших зверушек они больны ну это возможно за состоянием здоровья животных нужно строго следить у нас есть довольно редкие экземпляры поэтому нельзя и в мыслях допустить что с ними что то может случиться отнесись к этому серьезно парень иди за мной добавлено новая замерка это наша фабрика кухни чтобы собрать дерьмо на анализы тебе нужно покормить животное его любимым хавчиком здесь ты будешь готовить его выбирай нужны рецепты списка режешь смешиваешь и готова есть вопросы да отлично запаху нужны те кто не боится спрашивать но еще нужны и те кто сами находят ответы ладно хватит болтать идика к сделочному столу приготовь еду для жирафа так а у меня появилась новая заметка это задание а заметка похоже работа сложнее чем я думал мне еще нужно готовить лекарства так окей приготовь еду для жирафа это вот я все сделала да хорошо а у меня тут вообще за одну всю ночь будет происходить или за несколько тебе нужно выбрать из списка жирафа позит горилла вот жираф чё готовить да нажми на кнопку резать чтобы нарезать зелень они ошибись и сам точная граммовка отображается на индикаторе веса отмеря внимательно так подожди какие листики прикольно нужно отрезать 35 до общий вес 6 брикет вот он да значит весы справа да ну то есть море если 35 надо отрезать типа вот эта половина да то есть может вот так отлично пол . как в аптеке режь теперь все то же самое с брикетом зелени из рецепта вперед ну давай у меня три килограмма надо полтора но это половина вот так нет то будет мало более на 14 но если бы я чуть больше то это было бы 16 не оказалось супер теперь активирую рычаг чтобы спустить приборную тележку так пришлось отойти ненадолго вот чем и а все мы кажется дамы мы сделали а куда они упали так на смотри я все сделала что дальше активирую рычаг чтобы спустить тележку с гаджетами какой рычаг подожди там чё нарисовано какую страшную москву зачем я когда в этот хоррор да где рычаг то так что ли у юма гаджеты ролей ладно хорошо а ну вот теперь тащите лишь у кого там а можно было там и вылезти привези тележку с гаджетами к выходу ладно а можно как-то с ускорением нельзя ладно не думал что зоопарки может быть все так устроено поезд тележки довольно уникальный это наша гордость других это вряд ли увидишь подобное гордость туда почему зоопарь закрыт уже второй год люди поговаривают что зоопарка не лучшие времена откуда мне знать все человек простой отрабатывать свои часы сваливаю давно вы тут работаете достаточно чтобы всему тебя научить давай вези тележку так вот так салат для многоножку похоже это вход валер чтобы ответить нужно ставить у кпк в док станции выбрать открыть вольер стремный какой-то так чё куда она сходу знает что надо рычаг переметнуть открыть вольер симптомы да там были но вот мы вольере теперь нужно покормить наших зверушек бери ведро и вываливай хавчик в зоне кормления так вот это ведро да отлично они напуганы а чё здравствуйте человек чё-то вы стрёмные какие-то чё чё тебе надо а ты меня с едой что ли ждёшь скажи хавчик его наваливай да стоит на меня смотрит человеческо тупой а ты на меня побежишь или нет ай да и хватит за мной бежать да они прям глянят на этого у него лицо злое уйдите все от меня я вас боюсь где зона кормления я боюсь их да они же меня задавят чё за прикол десы дайте мне зону кормления где вот тут что ли нет блин да уйдите вы а хорош за мной бежать тут чё-то террожа страшный капстит вообще ой я не могу вон вон зона кормления я не могу вываливать все хавайте ё-моё как будто блеванули так ладно все хавайте отстаньте от меня ужас ты какой и чё они напуганы или они их хавать хотят раскорячился блин еще мимо как мимо миски уже лезет так чё там верните ведро в тележку с гаджетами окей побежали прикольный такой вид с камерой такой прям это рыбий глаз вот и здесь я думал ты уперся так поставь отлично теперь надеваем фойе что это каракта экскрементов просто речь и говно скажет дерьмо тебе уже доводил себе ты будешь и они не знаю зачем это вообще все нужно постоянно отслеживать состояние здоровья животных и брать дерьмо на анализы одна из ключевых задач сто тысяч в год пол сто тысяч грёбаных американских долларов надо только засасать дерьмо давай пол не ссы не подожди сто тысяч в год это мало это меньше десяти тысяч баксов месяц это мало мне нужно наблюдать за поведением животных зоопсихоз может проявляться странных действиях и необычных движениях животных так это чё такое мне необходимо внимательно осматривать тела животных на наличие шрамов шрамы говорят о том что с животными что-то не так но если у них шрамы то значит это кто-то их тыкай так говнососы где говняшки вон там ты чё какаешь там они тут лежат а где ваши какашки сэри сэри скажите пожалуйста где какашки так а твои какашки где хочу как вы как эти на ходу это хвост это хвост это не какашка а вот и какашки он короче пожрали покакали да нормально прям как это прям как гуси утки нормально так ну в принципе самое главное что не руками собирать остальное без разницы вообще задание выполнено так а мне надо сейчас осмотреть или нет верни мфф тележку с гаджетами и положить возьми твс во избежание лишних вопросов тепловизионная система можешь называть его просто тепловизор он необходим для определения температуры тела наших животных вот это теперь установи его и размер температ измель температуры жирафов 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 я твою измерю нормально давай на тебе проверю и чё не хочет ничего не пишет ну ладно пойдем они сейчас вместе да все втроем а им куда ты встал куда ты стал так а вот подожди этот какой-то холодный измерение сканирование тридцать девять сорок три ну у того 43 2 так погоди а у тебя сколько у меня так камера не крутится так только стой на месте а тридцать девять восемь то есть нормально у всех только вот тут лежит да а у тебя шрамы есть ой вот что-то тошнит что-то я кажется не то смешало да я тебе честно туда ничего не подсыпала блин а графика мне нравится мне нравится графика так красиво все сделано так хорошо вы какой-то осел смешной окей кладем положи на е на забыл как видишь одного жирафов и хорошо надо изготовить дротик с темпералаксом это препарат для нормализации температуры животных кстати разработанный кем-то из места взаимодейству с терминалом и нажми кнопку выход из вольера покинуть надо ладно подожди заметки чё у нас там вероятно что для работы мне понадобится все эти штуки интересно что будет если применить их не только на животных а ты прочее именно подожди про температуру но ничего не будет аж проверила не хочет измерять мужика температуру температуру мужика ты можешь посмотреть все собранные тобой анализы в этом вольере жми на кнопку чтоб покинуть валет давай везите лешку обратно к поезду но ты ведь уже научился химико-технологическом идеале справишься все это знаете поверь это не то чему стоит удивляться но я получился томатилы полгода вылетел на первом же курсе чего этого будет достаточно достаточно чтобы смешать по инкредитов по готовому рецепту прикольно он сказал что типа мне чё еще придется создавать эти лекарства он сказал тебе ничего страшного носимся я там пропустила одно предложение к этому не к тому что тебе надо объяснить тупой неделю я вообще не про это так и чё теперь мы уедем или мы здесь будем просто там же типа экран загрузки а вон там какая-то скалопендра непонятная бегает может ее поймать надо шарапом отдать она их вылечит поздравляю пол ты только что приблизился к успеху и благополучию своей семьи а теперь иди и загрузи выбранное говно в приемник биоматериалов с тобой вагон ничего не тащи все должно быть стильным не забудь вернуть говносос на место так базе куда его вот сюда а то есть вовнутрь нельзя да только сюда так это какой-то паразиты ну паразит тут на стене бегал я не знаю как а как где я должна паразита достать что я не поняла так ладно задание выполнено теперь я захожу да и чё дальше расслабься ты что-то пугливый теперь необходимо загрузить тележку в поезд для этого нажимаю чак внутри вагона это меня сейчас напугает и пытались ну ладно ну просто ну не страшно я вообще куда-то пришла может я должна была типа встать и такая но я не знаю как я должна была сделать то есть по я должна была сюда стать и катего ты где-то где у тебя нет а потом такая суток оба не знаю так подойдет этот а это мы загружаем обратно тележку да да отлично теперь наша мобильная вид станция а чтобы изготовить тротик с рекордом тебе нужно заправить станцию достаточным количеством ампул в этот раз это сделал я но в дальнейшем тебе придется самому добыть ампулу чтобы сварганить его но имей ввиду ампул не так уж и много подумай дважды прежде чем использовать их позже их три на всю игру или как или на всю ночь или или чё еще а если больше зараженных животных будет не придется выбирать или чё найди списке темпоралакс темпоралакс вот летальные инъекции то чтобы усупить до создать дротик готов отлично теперь возьми дротик из выдачи дротиков наводит не туда где вот это у тебя теперь заряди металлинарное оружие она находится в тележке с инструментами о господи панелы где вот здесь так окей а я могу в тебя выстрелить ну чисто теоретически не могу да а не дает чё все идем возьми вид ружья заряди его темпоралаксом с помощью кпк погоди кпк подожди поместить а как а где я не поняла а где где его зарядить но здесь не дает кью а от футы а подожди нет она заряжена ли нет я не пойму ну ладно пойдем чуть не пойму я заряженными завершает такая голова так приколдесная вот это а это плакат так я должен внимательно следить за экспири экскрементами животных если у животных происходят изменения в стуле это говорит о заболевании так то есть мне надо следить за какахами да хорошо вот так здесь не здесь а где айтира фай а я сюда нельзя ладно накью я могу поменять ну типа в чем прикол давайте к же у меня как вы зарядить вот сюда нет но здесь тоже нет так давай еще раз нет нет ёптать мужик помоги ты а ну видишь человек мучается нет блин будет это да до конца его мучить что делать где блин использовать так что супер теперь дело за малым в колодец и к больному жирафу темпералакс со мной пойдешь ты чё такой сильно довольны больному жирафу пол смотри не перепутай бог его подачи а у кого именно у кого именно так вот для чего нужен у фонарь нужно следить за слизистыми выделениями у животных наличие слизи говорит о заболевании а ну короче я поняла это у нас чисто получается будет ветеринах когда конкретно и ну ладно так по поя а я боюсь ты кто слушай может уйдешь а что-то мне стрёмно когда-нибудь так делают типа нахренал здесь стоите остаются вакцина чем вот меня надо он типа ко мне не привык да вот это поеда поеда мы вылечили всех животных я вылечила только это до температура больше он не болел да ладно ух ты ешь писать ешь поскакал то правильно тебе здоровый да довольный закрой вольер а мы можем выйти не закрыв вольер тут какой-то звук был неприятный такой ладно насрать если чё будем орать не знаю как чё там происходит это ломается мужик спаси я спаси я боюсь чё все ну что я прошла глазка вроде бы я сделал такое впервые надеюсь ему скоро станет лучше да ну в этом не сомневайся нам нужно вернуться в хаб вернись в хаб вот так нет вот так давай давай возвращаемся тогда хаб старт так в окошечко можно посмотрю да мужик спасибо а там час конец криме рожек а не вылезет на весь экран мы смотри-ка прям вот город видно то есть мы ездим зоопарк видимо я не знаю он на весь город что ли распространяется как-то я не знаю по кругу города идет или чё для чего тут поезд хрен его пойми пойдем пол пробуришь меня к выходу пришло время оставить тебя наедине с нашими милым зверица ну как сказать то не очень-то хотелось бы давай все-таки ты останешься ну пожалуйста я все-таки переживаю боюсь боюсь так чё это шкаф с лекарствами это что такое фитокомплекс редикс комплекс химический комплекс я не поняла это готовый про который он говорил да или нет каждому смотрителю зоопарка положен служебный автомобиль это мой хорошо ты работаешь эту ночь и утром получишь такой же серьезно это твоя жена сказать что ты остаешься тут на дочь учти я забыл тебя до самого утра но ничего страшного думаю она скоро сама догадается пойти домой как знаешь удачи не облажайся смысле мужик на улице идет дождь отправь свою бедную жену домой она стоит переживает прям под дождем блин возле какашек вонючих им автомобиля это чё на прикольно что ли все отправил домой я надеюсь как здесь были она сама догадается жена там такая бедная забилось кусты ждет муженька блин собеседование ночью во время дождя кошмар блин я больше первая бы выбежала бы ты сама ему вколола бы эту вакцинку дать задницу и выбежал бы сказал жени и женушка иди домой так у него какие-то страшные руки короче хранилище чё это такое то а это ключи да у меня есть жираф горилла и пингвин окей проверить следующий вольер проверить вольер накрыть животных собрать он подожди измерить температуру измерить звук сдать кровь сдать фекаль меня тут какашки себе собирать учили и температуру измерять все остальное меня не учили ладно поехали к пингвинам что-то я гориллом боюсь пол ты вошел сюда бог знает сколько времени назад ты не отвечаешь на звонки я волнуюсь так ответим давай или детка прости не сразу тебя услышал все в порядке меня взяли на испытательный срок но начать надо было немедленно и иди домой утром вернусь и все расскажу это не нормально да таковы здешние правила забрали мобильник и заставили подписать индей а я всего ты должен как животных полно мясо хочу чтобы мои девочки наконец-то нормально поели я сейчас вернусь никуда не уходи серьезно что положить белькет мясо для лили я должен дать немного мяса моей жене мы едим одни полуфабрикаты уже почти год это ужасно для нашей маленькой джинни смысле ты сейчас серьезно это же мясо для животных порезали может туда чуть добавили нет а где это мясо вообще подожди какая-то красная дверь мне туда прям даже не хочется я-то думала это выход а это ни хрена не выход так ладно так 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 всяк это что такое это я не знаю что такое знать не хочу выглядит так себе так что делаем вот сюда да нет подожди не сюда а погоди-ка тут подожди я не поняла вот здесь же дают еду а мне надо сначала привести тележку а это меня учат мне надо сначала короче привести тележку а потом мне откроют а я с этой стороны могу вести нет не могу очень жалко так а у меня есть еда не отпустить кстати прикольно что можно задом бежать хоть скримеров не это не соберешь так травы мид фиш ну давай мид окей то есть а теперь я просто иду такая с этим куском мясо да и вот сюда да скорее всего кода почтовый ящик а это прямо к ноличу не и окно а если она реально хоть не такое или ты здесь да бери поцелы жены пожелаю приятного аппетита папы а мне пора работать задание выполнено так окей положить брикет мясо или вещи для посылок сюда сюда ладно окей тогда побежали я вот это не поняла фитокомплекс редикс комплекс химический комплекс что это такое может надо подобрать а может быть и нет фитокомплекс добавлено необходимо для изготовления дротиков для изготовления дротиков короче это все надо для изготовления дротиков то есть вот то о чем он говорил да дротики это дротики 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 так а о свой я только хотел сказать типа а чем их кормить то он же мне не сказал а вот так здесь норма еды то есть два килограмма рыбы для пингвинов нам надо мы же горилла мы не пойдем ну их нахрен они страны я не пойду к ним смысле рыбы нет или чё а пози а мясо закончилась а я а зачем тут вообще мясо нужно ни для кого не надо ну да для меня что специально положить ладно поехали короче непонятно максимально непонятно максимально так запускаем так теперь мы чё делаем теперь мы режем да не позже ведро теперь мы должны по отрезать да мы поедем к пингвинам лось тут есть лось нихрена валаби кто такой валаби рыба получается давай есть три нужно два до резать давай какой она страшная нифига себе общий вес 3 нам нужно 2 ну короче смотри вот так половина это полтора да то есть это вот так нормально 21 отклонение ну ладно нормально чуть принять отклонение всего один нормально так все я приготовила все удалить отмена а как подожди а как готовить олив так все да я приготовила теперь о чем мы делаем были но без мужика прям стрёмно а я вот это могу положить да зачем мне как бы этот миномет давайте комет так чем мы делаем мы едем до дальше да мы же должны сначала проверить и накормить да а вот потом еще открывается бегемот и слон валаби а это кенгуру валаби так ну поехали к пингвинам нам дали на выбор пингвин или а где это нашла я забыла гориллы и пингвина вот то есть скорее всего сейчас все таки да все таки сейчас будет несколько ночей да то есть сначала мы приезжаем на одну станцию на вторую пингвин пингвин station ладно так но могли бы хоть и не знаю фонариков побольше почти совсем стрёмно так вот это чтобы опустили опустили но собственно все собственно все больше нам ничего не надо нам надо только привести вон а как я туда зайду а мне ж нельзя можно а я успела а я успела неопределён ночной смотритель зоопарка полконноле о господи наконец-то пожалуйста только не бросайте трубку я весь день пытаюсь дозвониться до своего мужа он научный сотрудник ларинс джей сабберс обычно его называют сиджей простите мэм я здесь один проверите прошу вас он должен быть в лаборатории а здесь есть лаборатория я поняла вы новенький тогда последняя просьба загляните в его шкафчик обыдевалки код 17 68 мы это как-то неправильно я просто хочу убедиться что они у него с собой просто откройте шкафчик и все я перезвоню 1768 да она сказала так а это подожди тоже чтобы делать так это кпк чей-то это не хоп что это такое а хорошая еда я только что видел нечто ужасное я выстрелил летальным дротиком но одна доза эту тварь не берет нужно к где-то 300 миллилитров получилось блин получилось я жив стрёмно стрёмно как-то ту тварь не берет то есть если я не успею понять да то мне придется подожди ничего там не придется убегать и стрелять летальными дотиками давних так горящий жираф пози а где какой шкафчики понять не могу ну типа тут шкафчиков нет это эти стопудово говорю но я какой-то открыла но ой подожди вот он хоть же буду я какой-то вот открыл она и сомневаюсь что это он он не закрывается позвонить я не могу ну ладно пойдем может быть потом так это что такое нужно следить за поведением животного время громких звуков если живота испытывает страх это признак болезни а тебе не кажется что любой человек вообще любое существо при громких звуках будет испытывать страх нет но я как бы тоже обосрусь если честно так а горилл было меньше или как вместе чуть какие-то стрёмные не все за мной бежать да будут так где у вас хавчик будут такие звуки страны ладно насыпаем хавайте так пойду пока тут какой-то видимо больной пойду пока идите хватит и какашки нужны я где какашки найду так какашки да а давайте смотрите смотрите смотри смотри что нам надо было нам так уж йо т.с. вот этот фонарь да позже фонарь айти руку и подойдите ближе вместе 105 123 а какое значение понять не могу шестьдесят четыре луна шестьдесят пять поэтому плохо 101 что-то я не поняла подожди ой ой а я заблудилась а все так ты куда поперся ты куда поперся тебе сюда нельзя ты чё на приколе еще такой них тут и блин ладно это были какашки с доставкой да молодец одобряю-одобряю шприц для крови так аук и там было написано взять кровь на анализ а прям у всех брать или как давай какашки соберем так а как он понимает где чьи какашки типа у них есть днк каждого и теперь они могут просто в общем какашки всех фу а того рвет типа теперь они могут какашки общие запихивать да коко чё-то плохо какой джамбу не хочет какать вместе а я больше какашка то не вижу да иди а чё они здесь стоят спят что так а этого тоже любит фу ёпт этих всех рвет что-то как-то прямо аж стрёмно спала так ну давай знаешь что мы с тобой сейчас сделаем закроем терминал покинуть да сейчас мы отправим какашки на обследование мы с тобой сейчас какашки отправим на обследование 16 41 да я еще могу поснимать минут десять в принципе обследование же приходит результат с обследования приходят сразу или нет тут непонятно как на как быстро это все происходит по моему да по моему сразу у нас были вылечите животных я же говорю там все болеют блин так давай вот здесь сюда диагностика до воспаление оболочек мозга и спинного мозга часто вызванная инфекцией так подожди менингит а теперь мне надо получается подобрать да смотри-ка у получается у пятерых реакция на звук только утинки районе было и у троих какахи да это что-то а это жираф это кенгуру это горилла это пенвин да а горе кенгуру я могу заходить или нет но я к ним тоже не пошла они тоже страшные капец выберите фильтр симптом чтобы найти заболевание так а тут собственных не так много но у нас получается звук и какахи аллергия реакция иммунной системы на некоторые вещества вызывающие чихание зуд отек и затруднения в дыхании трем получается надо вколоть аллергию это кобздец подожди от аллергии что теперь мне все это надо читать так антигистамина вещества для лечения аллергических проявлений но получается вот это два три все правильно сделаю я же три сделала если что еще раз ставлю так два а но мне все по очереди да вот реактив реактивейв короче ладно смотри ее получается подожди а я могу вообще так делать или нет я у них еще температур а я же температуру не проверила вот это я конечно дурочка подожди чем температуру мерят я забыла а я забыла а где моя ойф лампа что-то мне показалось что у меня ее нет кобздец т.с. это то а а т.с. 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 т.ф. ты е-мое если они сейчас станут этими страшными монстрами я выйду из игры а прям аж стремно заходить а какахи опять так давай луна 39 Так, Рокки, давайте, давайте, давайте. 39, 39. Окей, нормально. Надо еще какахида сыграть. Мисти, да? Вот этих еще надо проверить. Тут и убежала. Дейзи. 38,8. Так, подожди, Микки. Вот этих, да, я еще? Так, стойте, стойте! Они от меня убегают. Так, давайте. Фу ты, ептайте. Давай быстрее. 42, 42. Тинкеры этим. Ага, у них 42. Ставим, значит. Так, куда? Вот сюда, да? Какахи еще. Ой, подожди, не еду. Какахи. Я еще какахи нашла. Вот они. Я у всех температуру проверила, да? Так, ну, у аках, вроде, больше нету, да? Так, тогда сейчас подожди-ка. Что еще у нас? Так, температура у всех, да? Какахи. У троих, получается, нету? Или я не собрала, я не знаю. Вот это кровь, да? Так, кровь. А кровь где-то вот она, да. А как? Че? Он гладит или кровь собирается взять? Я понять не могу. Но у нее все нормально. Опять какашки. А как мне кровь везет? Ждать кровь на анализ. Подожди. Что-то я вообще не поняла сейчас. Так, поставь ты. Да! Ти же пассатижи, а? Поставь. Там еще какашки были. Я сейчас забуду, где они были. Что-то я ничего с кровью не поняла. Подожди. Вот этим плохо. Ну смотри, измерить температуру, типа, я не измерила. Или типа... А, или типа вот эти три, я не... А, ну да. Измерить звук. Подожди, так звук же я измерила. А, у Тинкера я звук не измерила. Тьфу ты, е-мое. Так, Тинкера, да, надо найти. Звук это вот это, да? Тинкер, Тинкер, ты где? Рокки. Луна. Коко. Дейзи. Тинкер. 114. Задание выполнено. Ага. Так, подожди. Сдать кровь, наверное... Что-то я с кровью не поняла. Что-то я не пойму. А, когда стоят, я могу подойти, да? Рокки, я взяла в него или нет? Что-то я не пойму. Я взяла или нет? Тинкер. Так, стопэ. Не бойся, не бойся меня, не бойся. Что-то такое красное у вас тут? Ой, какашки опять. Что ты будешь делать, а? Надо какашка-мед с собой таскать, короче. Да не блюй ты. Остановись. Блин, да ему сейчас вообще капец плохо станет. Ты не хочешь остановиться, да? А я пока они блюют, не могу взять? Я не знаю. Ну-ка, пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. Что-то я не понимаю с этой кровью. Что мне надо делать? Но она вообще, смотри-ка, не это. Нормальная, высокая, здоровая. Испуганная, больная. Температура, частота. А обучение есть какое-нибудь? Ну, я не понимаю, кровь-то как брать? Какашки могу. Какашки могу собрать. Звук могу. А кровь как? Ну вот какашки, да? Ну, это же, чтобы кровь брать. Типа, я не знаю, мне их всех усыпить, что ли, надо? Но это бредово. Мне же тогда придется... Он же мне сказал, у меня капсулы ограничены по количеству. Так. Давай не будем. Тележку ставим тут, побежим без нее. Не хочу я с тележкой бежать. Тьфу, я не могу зайти без нее. Да что за бредятина? Это чтобы я без нее не уехала, да? Ну, с одной стороны, нормально. Но с другой стороны, это неудобно, как вздец. Типа, вот я хочу просто прийти сделать эту. И что, никак не могу это сделать, да? А теперь еще пока я какашки не запихаю, тоже не могу. Так, окей. Шприц? Ну, шприц для крови, да. А, это пока у меня какашки в руках, я поэтому не могу, да? Ладно, давай. Ну вот какашки. Сейчас будет анализ котов. Сейчас. Сейчас будет все. Ну, только я не поняла, как кровь-то брать. Он же мне не рассказал. Так, какашки вот у этих двух. Транквилизатор. Способствует расслаблению и сну. Есть, нужно 50. Незостаточно ингредиентов. Ну все, капсдец. Подожди, это кровь? Тьфу, ты что, на приколе, да? Реально я ее собирала все это время? А я, может, у одних и тех же собрала, я ж не помню. Подожди, я одну и ту же сдаю или что? Я так много не собирала. Так, подожди. Что-то я не поняла. И что ты мне скажешь? Кровь я сдала или нет? Нет, никакую не сдала. Что-то я вообще не понимаю. Но смотри, это сдать кровь. А, она пустая, да? То есть она получается пустая, поэтому я не могу ее сдать. Но еще очень примечательно. Я сделала дохрениша фигней от аллергии. А получается, лекарства не сделала. Да? Ну, получается, да. Что-то я не пойму. Что-то я не пойму, что от меня хотят. Ну, давай ветру жьез, смотри-ка. Я отправил тебе посылку с амплами активного вещества. Думаю, они тебе пригодятся. Надешь их в посылочном ящике. Так, это антигистамина. Вот это транквилизатор, да? Так, возьми. А в каком ящике? Там, что ли, у входа аж? Не, я туда не пойду. Так, транквилизатор. Мне кого усыпить надо? Коко тинкер. Ну, давай тинкера. Что-то тинкер вообще как обздец какой-то. Коко еще более-менее, а тинкера прямо рвет на каждом шагу. Тинкер! Прям как-то ажстреленно стало. Коко, луна, тинкер. Вот тинкер. Нормально. Так, теперь мне нужно кровь, да, взять? Мне надо проследить, куда он вообще пойдет. Это спать? Но это же действие, скорее всего, ограниченное. Поэтому я возьму кровь. И пойду к нему. Мисти, Дейзи, Луна. А тинкер где? Дейзи. Где он? Коко. Я тинкера просрала, потеряла. Что ж ты будешь делать-то? А вот этот, что ли, спит уже? Ну ты, как обздец. Он еще не спит, что ли? Долгий слишком анимацию тут. Все, спит. Да нахрена ты его гладишь? Он мне дает действие погладить. Ничего, подождать надо или что? А, на кнопку мыши надо было. Так, меняй давай. То есть чисто теоретически я теперь могу подойти к тому, кто стоит, да? Типа вот к этому, да? Так, ептать, стой, а. А, его усыплять не обязательно, да, мыло? Просто надо подождать, когда он будет стоять. А пока он блюет, я могу это сделать? Так, ты кто? Луна, нормально. То есть им даже, типа, не больно, да? Ладно. Какие-то края у меня, видишь, чернику? Такого вроде не было. Так, ты кто? Дейзи. Я уже забыла. Кого я собирала, у кого нет? Ну, хоть бы, я не знаю, какую-то анимацию добавили бы. Так, ты кто? Вместе. Вроде кровь не собирала. Вроде кровь у нее не отмечается, я не знаю. Может быть, сейчас давай проверим. Сейчас будет отмечаться, не будет? Нет, не будет. Так, давай, мне надо у Кока. Кока, блевани еще раз, я у тебя кровь соберу. Ай, ты до сих пор спишь. Так, давай, блевани. Да давай. Ну, у меня нет на тебя транквилизатора. Господи, я еще сейчас всю серию буду гоняться за пингвином, да? Нет, нет. Нет, короче, мы один хрен как транквилизатор нужен. Так, ладно. Ладно. Давай, короче, сейчас нам ожидали, в принципе. Давай закроем тогда. Давай покинуть вольер. Сейчас мы, короче, всю кровь сдадим. Вот. Всю кровь сдадим. Да ты поставь. Так, сейчас, поди, мне надо ответить, чтобы меня забрали. А то меня сейчас не заберут. Забирай меня. Забирай меня скорей. Увози за стумарень и целуй меня везде. Я ведь взрослая уже. Мне интересны скриншоты, когда звери вылазят из клеток вот сюда. Мне интересно, как это вообще происходит. Так, а у меня в какашках что-нибудь есть? А, нету, да. Вот. Мне вообще интересно, как это происходит. То есть, типа, вольер-то в любом случае закрывается. Или его можно каким-то образом не закрыть. А, вот, смотри-ка, сохранение заодно прошло. Так, сдать. Подожди, я всю сдала, типа, кровь? Мне не надо пять раз нажимать, да? Если так, это замечательно. Укока я. Смотри-ка, укока я не это, не смогла. Так, фито. Вот, смотри-ка. Он мне сказал, что он мне дал эти где-то в каком-то ящике. Ну, типа, этот ящик, скорее всего, не здесь. Ладно, давай с тобой быстренько попробуем съездить. Хотя бы пингвинов дорешаем, да, сделаем. И поедем тогда. Просто я не знаю, как иначе. Может, мы сейчас вообще жестко стрянем? Потому что у меня-то было вообще всех этих вещей, всех этих веществ на транквилизаторы, а я взяла, потратила на антигистамины. На антигистамины, и теперь у меня ничего нет. Он мне, конечно, отправил, но, типа, в следующий раз я должна думать об этом, да? Это прикольно. То есть, получается, если я не буду думать, то мне будет комздец. Ладно. Еды нет. Саплы. Что такое саплы? Вот сюда? Сюда? Ни хрена себе! Вот это да! Вот это повезло! Вот это повезло! Все, едем обратно. Прыгать я... А, на пробел, прикинь, можно открыть тоже этот. Ладно, я думала я прыгать умею, но не умею. Хорошо. Едем обратно к пингвинам и охреневаем, по всей видимости, да, от происходящего. Потому что, мне кажется, сейчас будет какой-то комздец. Мы же на это тратим время. Или, я не знаю, смотри... А, смотри, потихоньку светает. То есть, я это должна сделать, мне кажется, до рассвета, может. А бывает у меня, я не знаю, какой-то... Ну, какой-то этот... Как его? Как его? Время. Какой-то часы бывает, нет? Ой, у меня же еще эта женщина в лабораторию просила зайти. Так, подожди, а мне надо докатить, да? Или нет? Или не обязательно? Так, смотри. Мы берем еще... Нет, подожди, мы берем... А, пушка у меня есть. Мы берем пять шприц для крови. И пушку, да? Отсюда мы ставим сюда... Транквили... Ой, ёпать, а... Я думала, что я могу... Ай, как здец... Сложно это? Прям как здец, я бы сказала, сложно. Одно, короче, забыл, все, туда-сюда бегаешь. Так, транквилизатор, да, создать. То есть, по-хорошему, мне теперь надо еще успеть за эту ночь, да? Если у нас по ночам. То есть, если это первая ночь, то мне еще надо успеть, получается, гориллам. Кенгуру вроде как нам не надо. У нас написано выбрать вольер. У нас, по идее, по ключам доступны только пингвины и гориллы. Я не знаю, может быть, там просто не написали про кенгуру? Добро пожаловать в Олег Пингвинов. Кока. Окей, Кока, сейчас Кока подойдем. Кока подойдем. Транквилизатор использовать. Окей, Кока! Тинкер. Тинкеру плохо тоже, да. Так, здесь Кока нет. Отойди, пингвин. Кока. Пузо прям, прям в пузо. Так, давай, засыпай. И что? Что, в пузо не считается, что ли? А, вот начинает действие, да? Пропал. Пропал этот, пропал дротик, значит, начинает действовать. Окей. Ой, господи, непонятно, немного взаимодействие. Надо на Е, надо на этот. Еще внизу написано, типа, на Е погладить. Ну, блин, кто знает, что на Е погладить. Мне кажется, ты об этом вообще не думаешь, когда ты что-то начинаешь делать. Типа погладить, не погладить. Ты все на Е делаешь. Ну, как бы, и это делаешь на Е. Как-то максимально глупо. Ладно, пойдем. Пойдем вылечим. У меня уже нет времени. Я сейчас с собакой не успею погулять. Он потом во всем доме насыт, и все, как с детства, блин. Так, побежали. Так. Ну, кровь нам больше не нужна. Кровь мы оставляем. Этот мы пока не... Пушку мы пока не оставляем. Что мы делаем? Мы диагности... Да, конечно, диагностики. Конечно, конечно. Я ж кровь на анализ дала. Да-да-да. Эх, знаете, короче. Все. А еще знаешь, что мне тут не нравится? Тут сохранение, только когда значок сохранения. И я ненавижу такие сохранения. Так, диагностика. Что у нас? Ну, вот у нас, собственно, у двоих. У остальных все нормально. У них что-то было со слухом, по-моему, желтое. Или мне, может, показалось, я не знаю. А, ну, мне, наверное, показалось. Типа, я думала, я у всех собрала. У них, типа, никакого цвета, поэтому все нормально. А у них желтое, поэтому я сделала. Да хрена, антигистамины. Ой, господи, ладно, чего? Кто не тупит, да? В первый раз. Температура, кровь, какашка. Ну, вот, собственно, сальмоналиоз. Это, это, кстати, это, как, червяк. Инфекция, вызвенная бактериями сальмонелла, приводит к диареи, лихорадке и болям в животе. И сальмоналиоз. Салмоналиоз. Салмоналиоз, по-моему, называется. Так, температура, кровь и какахи. Ну, да, собственно. Ну, вот, вот, вот. Чума. Чума не подходит. Подожди, и что теперь ты хочешь сделать? Я выбираю. А как я буду скрафтить? Летальная инъекция. Антигистаминная, антимикробная. Мне надо сальмоналиоз найти или нет? Типа, это паразитарная. В смысле, а я откуда знаю, что мне надо-то? Антимикробная. Вот, да? Вещество на основе синтетических антибактериальных компонентов для лечения с бактериальных инфекциях вызванных сальмонелла энтерика. Ну, типа, вот это, да? Сальмонелла. Сальмонелла. Ну, давай, ладно. Давай два создадим, вот, да? Все, типа. Бактигард. Вот еще попробую хрен пойми, да? Что надо-то? Так, бактигард. Я надеюсь, у кого-нибудь будет аллергия? Чтоб я вколола эту фигню. Я что, я зря делала. Так, ладно, побежали. Побежали, 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 побежали. Все-таки специальные извилистые коридоры. Назад бежать не страшно как-то. Не знаю почему. Как бы, если будет капсдец, то уже будет капсдец и все. Кока и Тинкер у нас с тобой. Все, где Кока? Луна. Кто это? Рокки. Ты кто? Тинкер, да? Тинкер. Так, и Кока. Кока. Дейзи. Луна. Кока. Поздравляем! Мы всех вылечили! Ура! Мы всех вылечили! Молодцы мы с тобой. Теперь можно заканчивать. Теперь можно заканчивать. Ехать на базу. Сохранение прошло или нет, я не уверена. Но мы сейчас поедем домой. И там, собственно, узнаем. Поедем домой, там узнаем. Там узнаем, там поймем. И все. И уйдем нафиг отсюда. Ой, спасибо. А че тебя рвет-то? Сам заболел? А свою кровь можно сдать на анализ? Че, я типа слишком много контактировала с ними? А, женщина, я этак, заболела. Значит, смотрите, зоопарка полка ноли. Простите, мам, я еще не успел ничего посмотреть. Что еще за мэм? Да так, звонила жена какого-то СиДжей и сказала мужа. Вот тварь, хотя бы СиДжей тоже пасается. Вечно зависает в каких-то пап, а жене врешь, что сидит в лабе. А у нас лабы-то нет. Короче, забей. Я чего звоню? В ближайшее время будет пострадка мяса. Тебе нужно намолотить, свежать или намолоть. Да, сэр. Отлично, позвоню чуть позже. Ладно. А как ты понял, что я именно у пингвинов? Вернитесь в хап и активируйте рычаг подачи. Ладно, пойдем. Так, когда я успела взять какашки? Когда я успела это сделать? Вроде я просто нажала повторно на Е, когда он отпустился, а он уже взял какашки. Так, все, мы закрыли, поехали. Поехали пофигу в хап. Сейчас, может, мы просто проедем, и у меня будет сохранение. Мало ли нам понравится с тобой эта игра, и мы продолжим проходить. Кто его знает? Может, она все-таки не такая уж и страшная? В принципе, пока что нормально. Пока что терпимо, все хорошо. Сохранение не хотите дать? Блин, теперь я переживаю эти сохранения, да? Во, сохранение было. Так, сейчас пропадет значок. Все, все, пропал значок. Короче говоря, игра прикольная. Если тебе она понравилась, то обязательно мои книги об этом в комментариях и поставь лайк. Вот, от этого будет зависеть, будем ли мы продолжать проходить. Но на сегодня мы закончим. Если тебе понравилось видео, ставь лайк, пиши комментарий, скидывай. Вот, всем, друзья, вам будет, что понравится. А также подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые серии видео и стримы. Ну и всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч в этой, возможно, но в других игрушечках. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok